Сиренады и арии звучали накануне вечером в Вятской филармонии. Шесть ведущих солистов крупнейших оперных театров мира спели о любви под аккомпанемент Вятского симфонического оркестра. Киров стал не первым городом в гастрольном графике музыкантов. Везде певцов встречает разная публика и разные залы. Чем Вятская филармония отличилась от других площадок, вокалисты рассказали Елизавете Халиковой. Заниматься музыкой заслуженный артист Калмыкии и солист музыкального театра Бориса Покровского Игорь Лазарев начал в 15 лет. Рассказывает, до поступления в музыкальное училище не знал ни одной ноты, но желание заниматься музыкой и регулярные многочасовые тренировки за роялем сделали свое дело. С того времени Игорь Лазарев объехал с гастролями почти весь мир, но в Кирове мужчина впервые. Мне очень нравится, у вас хорошая филармония, акустика шикарная. Что самое удивительное, я когда ехал, я думал, наверное, будет типичный ДК, как у нас везде в стране, как бы тепличный такой. И приехав, увидев филармонию и послушав акустику, это удивительно. И я могу сказать, что Кировский оркестр гениальный, оркестр он звучит идеально. Игорь Лазарев поет басом. Он один из шести участников концертной программы «Любви» поют трубадуры. Числи исполнителей Сиренат и Антон Иванов. Он поет тенором. И в отличие от Игоря Лазарева, в Кирове не в первый раз. Говорит, выступать перед кировской публикой ему нравится. Иногда бывает, что в зале кто-то сидит и улыбается. И это очень... Тогда вот этому человеку начинаешь как бы одному ему петь. И это здорово как бы помогает, располагает. В общем-то, поешь для одного человека, в общем-то, все идет все равно на весь зал. В Вятской филармонии музыканты исполнили оперные арии под аккомпанемент симфонического оркестра, а также неаполитанские и русские народные песни. По словам организаторов, концерт представляет из себя состязание вокалистов. Ведущие солисты именитых оперных театров мира поют сиренады для женщин. У нас звучит самый известный классический репертуар. Так, чтобы публике было понятно и доступно. Потому что наши солисты, они еще и актеры. Вот они, выходя на сцену, они играют. Они живут вот в той роли, в которую они нам представляют. Поэтому каждая ария и каждый романс — это маленький спектакль, который мы показываем публике. И, соответственно, наша программа живая и поэтому интересная. Гастроли музыкантов Фонда «Таланты мира» по другим городам России продлятся до Нового года. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича.